Девушки отдыхают 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Подача! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну и посмотрим, насколько это важная информация Может действительно, скажем так, уверенность в этом Илье и Евгению поможет победу одержать сейчас, по крайней мере Ну а Александр Орлов тем временем с Евгением Гридневым пробуют обострить подачу свою после того, как соперники ошиблись, но тоже ошибаются 4-3 в пользу пары молодец связников Илья заказывает Евгений подачу в Александра, но подачу в шестерку Там Евгений забрал из глубины Получается, допустим, перевод снизу всего лишь будет Евгений, передача есть Можно бить и плотненько, как у Ильи получилось И еще раз он вот так и сыграет Но нет, низкий прием очень Евгений тоже не шел Ждал именно того, как принят мяч будет А, мяч был принят низко И шансов добраться до него у Евгения не осталось У Евгения Вязникова, кстати, у нас два Евгения на корте Параллельно, причем в разных командах Но сейчас отметился другой Евгений Евгений Гриднев, фейсом Из лицевой 5-4 И укороченную подачу пробует Но его тезка здорово на одно колено присел По рукам атака Александру Без блока Накад глубокий в линию Обработка крабиком Доигровочка для Евгения Вязникова Евгений Гриднев поднимает А Александр пробует со второго атаку провести Но не попадает в поле 5-5 спина на сторон Ну что ж Посмотрим Что У Евгения На сайдауте Попытка 4-4 Но ответ Были более острые 4-4 от Евгения Вязникова И таким образом Брейковый мяч получается Забрать Но второй мяч прилетает Еще следом И вот этот аист Евгения Вязникова Обнуляется Переподавать Надо будет И дальше уже ошибка на подаче Причем зону решил поменять Евгений И ошибся Вот что Наверное Досадно То есть Не уберет подачу После того как Спортный мяч Подача превратилась Тем временем Илья бьет В ход Александр поднимает Но Не забивает сам Поэтому розыгрыш продолжится Илья в доигровке И вновь кстати Вот тот момент Да возможно Не самая высокая доводка У Ильи Но Задерживается Понимая Что мяч летит В Илью Евгений Вязников задерживается И не выходит На передачу Ждет Долго И в итоге Не успевает Даже Потом Ускориться К этому мячу А После этого Еще подача На вылет Летит И вот уже На коне Евгений Гринев И Александр Орлов 8-6 В их пользу Александр Так Нет Вкручено Причем сложно И пришлось потрудиться Чтобы принять Что в атаке Попытка К боковой линии Так Прижать Но Перебрал Немножечко С Шириной В итоге Мяч Да Уто долетает 9-6 Что ж Продолжим Илья пробует Забить Но Несмотря на Неплохую атаку Не удается Ему это сделать Но Получают Ребята Еще одну Доигровку И там Уже Евгений Вязников Поострее Так Боковую линию Зон Александр Прижал И Несмотря на Касание От Соперников Забить Сумел Подают В Евгения Гриднева Без блока Кстати Выставляет Будет ли бить Нет Пробует 4 по 4 Но мяч По тросу Прокатившись Все таки Покидает Пределы площадки Это брейковый Для Ильи И Евгения Илья Молодец Евгений Вязников Почти Отыграли Преимущество Своих соперников Но Еще один мяч Им остается До этой цели Илья В четверке Оказалось Сильно Бьет И Забивает 9-9 Ну вот Такие Ферстки У нас А между прочим По сетке Лузеров Шли Я как понимаю Уступили паре Изюмов Хефеля Которые В параллельном Полуфинале Играют И Со второго Раунда Вот в эту Веточку Плей-офф Перешли Где обыграли Александр Хрон И Александра Ефремова Ну а Сейчас Илья Молодец Подачи Опасные Сложные Подает И Собственно Не всегда получается Хорошо принимать Но Даже Когда Получается Принять Неплохо Не удается Евгению Гриневу И Александру Свою атаку Провести Но Сетки Накад Вновь не Проходит Как и Пара Эпизодами Как и Пара Эпизодов Ранее И Все Евгений Играет Александр Включился Со второго По подсказке Здорово А Ведь Мяч Мог Перелететь И Это Превратилось Бы Все В опасную Доигровку Или Молодца Евгения Вязникова Но Александр Разобрался На сетке И в итоге На 10 очко Набрал Укороченная Ох Какая Подача Вот Умеет Умеет Он Не в первый раз Евгений Гринев Сегодня Вот эту Подачу Укороченную По диагонали Летящую Раз Третий За сегодня То есть Это явно Не Это явно Не Случайная Не шальная Подача Это Явно Человек Умеет Исполнять Дальше Уже Дергает В длинную Диагональ Невьян Гринев И Тоже Попадает Тоже Попадает Это 12-11 И Сейчас Короткая Диагональ Но В итоге Зевнули Все Атаку Со второго Принял Илья Евгений Подключился Крабиком По диагонали Строго Касания Александра Разворот Обработанный Сок 12-12 Напряженная Борьба Но Подачу Евгений Вязников Не удерживает Свою Смену Сторон 13-12 Подача Александра Орлова Нас впереди Ждут После смены Посмотрим Что Александра Под вечер Припасено Тем более Что так Фонари Могут Вмешиваться Но Смотрите Какой Съем Евгений Вязников Я Если честно Сейчас Смотрю И Не совсем Понимаю Как эти Ребята Ферсти Все таки Второго шанса Оказались Но Видать Иван Изюмов И Мануэль Хефеле Еще Более Здорово Второй раунд Отыграли Ну а У нас Тем временем Эйс От Ильи Молодца И Сетболы Для них С Евгением Вязниковым 14-13 14-13 Сложная Сложная Подача Доигровка Сразу Для Ви Без Блока Он Плотненько В ход И Это Точка В этой Партии 1-0 15-13 Партии 0-0. Ну что ж, продолжим. Илья поднимает в защите, подключается Евгений. Но его атаку тоже поднимают. Доигровка Александра. Атака по шестой зоне. Илья обработал, но в сеточку. И оттуда уже страховки никакой не будет. Так что вот такой насыщенный первый розыгрыш. И вот забирают Евгений Гринев и Александр Орлов. Вновь в Илью. В подаче высокий прием. И передача-то тоже высокая. Не поверил Илья, что мяч у них остается. И в итоге, не прыгнув даже, просто получает мяч от верхнего троца себе на платформу рук. Не будучи в силах что-либо с этим мячом сделать. 2-0. Укороченное вновь по длинной диагонали. Но готов к этому Евгений Вязников. Прием есть. Съем с антенны тоже присутствует. Силовой. 1-2. Я как понимаю, кстати, уже первый полуфинал закончился. Неужто. А у нас тут только первая партия прошла. Но тем временем Илья в аут подачку исполняет. 3-1. О, Господи, все. Хорошо. Ох. Ребята. Давай. Три-один. Александр полетела подача у него. Передача есть. Можно бить. Но этот мяч в итоге тросовой был. И только с троса получилась его тычком. На зад спину Александру Орлова отправить. Но этого достаточно для того, чтобы очков заработать. 2-3 смены. Евгений без блока тычок. Илья готов защищаться. Илья без блока останется. Но мяч тоже переходящий. Так что получилось разыграть на 2. Александр вовремя включился. 4-2 для них с Евгением. Но нужно помнить, что Александр с Евгением ввели и в первом сете. Не смогли дожать. Так что надо им быть на чеку. Если они хотят за финал побороться. Теперь права на ошибку-то у них нет. Теперь им нужно действительно выигрывать партию эту. Плотненькая атака Ильи по Александру. А Александр по хитрее, по хладнокровнее действует. Но Евгений Орятников поднял защиту. И дальше уже там ребята. Несмотря на то, что Евгений Гриньев добежал. Собственно, не смогли 3 касания организовать. 3-4. И какая классная подача от Ильи. Ну что ж, Илья смелый может сказать, что он молодец. Очень неприятная к боковой ленте получилась. Подача вкрученная. Не очень сильно вкрученная. Но все равно под конец. Могла нужна еще одна. Такая же. Два раза повторил. Еще и сильно ударил. Но Александр в защите обработал. Что атаки укороченная. Попытка укороченная. Попытка укороченная. Наката с отведенного мяча. Часто ведет к ошибкам. Иногда, конечно, ты чувствуешь себя прям на коне. Когда такое забиваешь. Но риски очень большие. Такие мячи скорее чаще теряешь, чем забиваешь. Ну и вот потеряв этот мяч. Вот эту доигровку. Евгений Гриньев и Александр Орлов берут перерыв. Все готовы? Что ж, поехали. Продолжаем. После перерыва Илья с Евгением не останавливаются. А еще одна отличная атака. Илья молодец. Забивает. И это приносит своей команде шестое очко уже. Остается узнать, кто в финал вышел. Но смею предположить. Судя по тому, как все игры. Мануэль Хефеле и Иван Зюмов сегодня играли. Что именно они это сделать сумели. Ну а значит осталось понять, кто им компанию составит. Илья Евгений или же Евгений Александр. Илья на блоке не стал оставаться. Но тут и передача низкая. Поэтому атаки сильные от Евгения ждать не стоит. Но в итоге и Евгений Евязников, подняв мяч, получает широкую передачу. С учетом того, что принимал он почти в шестерке. А передачу получил он между зон. То есть ему пришлось из шестерки двигаться обратно в между зон и свое. Что очень тяжело было сделать. В итоге в атаке сыграть не получилось. 5-6. Полетел. Ох, какая подача. И пытались спасти ее до последнего. Ребята. Но не смогли. Это очередной. Эйс, который мы видим. Но надо сказать, что обе команды их подают. В целом, недавно только были вот эти две подачи Ильи. Молодца в линию в зону Евгения Гриднева. Ну вот сейчас я Александр Воров нашел, чем ответить на это. Сильное вкрученное и сильное вкручительное влияние. Прием на месте. Евгений Вязников успеет ли смахнуть. А передача приходящая. Но в итоге Александр отдает доигровочку. И тут сбитые касания. Первым своим касанием Евгений Гриднева. Отправил и получилось подстраховать. Но в итоге не очень хорошая доигровка вышла. А теперь хорошая доигровка может выйти у их соперников. Да. И действительно, обойдя блок Александра Орлова, или Евгений Вязников выводит свою команду вперед вновь. Евгений еще раз его пытается блоком поймать. И еще раз он все-таки с блоком справляется. Хотя сейчас Александр Орлов был ближе. Сейчас уже касание на блоке было. И тут надо признать, что удачный ликошет довольно-таки. Для Евгения Вязникова. 8-6. Ветит подавшая шестерка. Евгений Гриднев. Выбитый прием. Из глубины получается в тройку подбить. Но перевод снизу всего лишь. В итоге есть прием, передача и переходящий мяч. На который Александр не успевает. 9-6. Смена. Ну и нужно было сняться, ребятам. И вот таким вот нестандартным способом, по большому счету, без прыжка, без такого замаха. Просто выталкивая локтем за спину Илье, мяч у Евгения Гриднева получилось отправить. 7-9. Но и Евгений Вязников находит довольно-таки быстро. Как вернуть должок. И блок Александр там был. Евгений бежал в ту зону. Но вот всем за спины получилось отправить. Заодно и в поле попасть. 10-7. Выбитый прием. Придется перебивать из восьмого метра. Но это получится, кстати, сделать. Казалось бы, нет. Все-таки не ракурс обманчив. Еще с искусственным освещением. Прямо в сетку мяч. Александр Орлов отправляет. Это значит, что у нас уже преимущество. Пара молодец Вязников достигает. 4-х очков. 11-7. Летит подача между зон. Это эйс. Это подача на вылет, дамы и господа. 12-7. Илья здорово сейчас подал. Но работа еще не закончена. Еще 3 мяча надо забить. И желательно не дать соперникам. Как бы приблизиться. При этом всем. Чтобы никаких балансов не было. Но соперники и сами, судя по всему, рады. Отпустить своих оппонентов в финал. Потому что качество первого касания действительно испортилось. Возможно, действительно, с искусственным освещением. Как бы потяжелее ребятам играть. Но искусственное освещение одинаковое для всех. Здесь оно присутствует и для одной пары, и для другой. То есть, хотя, возможно, что кто-то действительно себя как-то получше. Может, поопытнее в игре с такими условиями. Ну, а тем временем Илья. Молодец! Показывает, как играют. Молодцы. С подачи на переходящий мяч успел добежать. Поднял в падении. И еще и забил сам. Собственно, первый метр своим соперником. Матчболы 14-7. И впереди у нас доигровка от Евгения. Ох, широкая передача очень. Но перебить, кстати, ребята смогли. А, Александр Орлов через трос все-таки заталкивает, заталкивает восьмое очко своей команды. Но, конечно, с шестью матчболами все равно. Но надо признать, что Илья и Евгений выглядят потенциальными финалистами нашего сегодняшнего Мэнферста. Полетела сильная подача, попытка рискнуть не сработала. Но это значит, что Илью и Евгения мы увидим в финале против Мануэля Хефеле и Ивана Изюмова. Илья Хефеле и Илья Хефеле. Илья Хефеле. Илья Хефеле. Продолжение следует...